В центре события оказался Донецк. У здания правительства самопровозглашенной республики было совершено покушение на главу ДНР Дениса Пушилина. Неизвестные взорвали его машину. Пушилина в автомобиле не было, тем не менее, два человека погибли, еще как минимум пять пострадали. Но самое дикое происшествие случилось под Славянском. Там была обстрелена колонна автобусов, на которых пытались вывезти из города детей. Ополчение сообщает о двоих пострадавших. Кто именно получил ранение, не уточняется. Известно, что всем машинам пришлось вернуться в Славянск. Оттуда все еще пытаются эвакуироваться мирные жители, но возможностей для этого немного. Обещанные президентом Порошенко гуманитарные коридоры, если открылись, то почему-то незаметно для тех, кому предназначались. Какой коридор? Какой? Почему не объявили? Почему по рупору не объявили? Не поселили в автобусе, допустим. Я, допустим, услышала только сегодня, что сегодня последний день выезда. Куда? И куда мне ехать? Куда? Скажите, мне 60 лет, мне некуда ехать. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Продолжение следует...